Древние рукописи, старинные азбуки, грамоты Павла I. В РНБ открылась выставка, посвященная 90-летию основания Музея палеографии. Уникальные памятники письменности разных народов представлены в Российской национальной библиотеке. Выставка книжная и рукописное собрание академика Николая Лихачева открыто в новом здании РНБ. Первые рукописи и книги коллекции датированы 3-4 веком до н.э. Ценности собирал знаменитый русский ученый Николай Лихачев во время экспедиции по Азии, Европе и Северной Африке. 90 лет назад на основе его коллекции Академия наук СССР открыла музей палеографии, но просуществовал он недолго, всего 5 лет. В 1930 году Николая Лихачева арестовали. По так называемому академическому делу музей закрыли. Все экспонаты развезли по разным учреждениям, а сегодня большинство предметов коллекции ученого хранится в Петербургском институте истории Российской Академии наук. Он был очень увлеченным человеком, он изучал почерки, он изучал манеру складывания письменности. Это его очень интересовало. Отсюда все то, что казалось необычным, казалось неизвестным ему как ученому, всегда его привлекало. Впервые посетители смогут увидеть личные вещи Николая Лихачева и его рукописи. Среди уникальных экспонатов слепки надписей и рисунков 10 века со стен новгородских храмов. Также огромный интерес представляют старинные азбуки, грамоты Павла I и Елизаветы Петровны. Как говорят организаторы выставки, она не случайно открылась именно в РНБ. Николай Лихачев в начале 20 века был помощником директора императорской публичной библиотеки и лично участвовал в формировании фондов. Следите вместе с нами за событиями в мире культуры и искусства. Мы встречаемся каждый будний день в это время. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok